В Минске завершился 25-й международный кинофестиваль «Листопад». В этом году на него было заявлено 167 картин из 48 стран. Самое крупное событие киносферы в Беларуси проходило под слоганом «Познавая белый свет». Познать все грани творчества российских и белорусских кинематографистов можно было и в Мозырском кинотеатре «Мир». Там проходили показы фестивального кино разных лет. Зрители также увидели молодежную драму «Я не вернусь» производства России, Беларуси и Эстонии. Чем еще порадовала уходящая неделя жителей и гостей Гомельской области, расскажет Анна Корольчук. Грустен и весел, вхожу я ваятель в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даешь, мрамор покорен тебе. Сколько богов и богинь и героев. Эти стихи Пушкина как нельзя точно описывают те ощущения, когда мы пытаемся прикоснуться к секретам мастерства скульптора, который действительно может вдохнуть жизнь в любой материал. Скульптура была и остается мощным средством духовного воздействия. Благодаря ей изменился и внешний облик многих городов Гомельской области. Свой весомый вклад в это внес настоящий мастер с золотыми руками, скульптор Дмитрий Попов. На юбилейной выставке, посвященной его 80-летию, представлено 20 произведений скульптора. Одна из любимых работ мастера называется «Южный ветер». Это образ молодой жены автора, выполненной в бронзе. Скульпторам также созданы памятники советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны, узникам концлагеря смерти в Азаричах. Памятник княгине Паскевич на Ириненской улице в Гомеле. Его руками созданы десятки бюстов известных деятелей. Многие скульптурные работы Дмитрия Попова находятся в музеях Беларуси, России, Украины и Молдовы. Просто Гомель. Любимый. Первая персональная выставка фотографа Александра Веснина открылась в Центральной городской библиотеке имени Герцена. Более 20 фоторабот отражают красивые уголки и улицы областного центра. Автор показывает, что очарование Гомеля находится порой в самых обычных вещах. Кстати, сам Александр Веснин родом из Латвии, но большую часть жизни провел в Гомеле. Он принимал участие в создании нескольких фотоальбомов об областном центре. Но особую популярность получил благодаря своей странице в социальной сети, где он выкладывает ретро-фотографии Гомеля и получает отзывы из США, Канады, Германии, Англии и других стран. Абсурдная, смешная и трогательная история. Гомельский молодежный театр представил премьеру спектакля «Братишки Бэтбойс» по пьесе Рея и Майкла Куни. Режиссер спектакля Владимир Петрович определяет жанр постановки как английская черная комедия. Герои Тома и Линда – обычная семейная пара из Лондона. Супруги хотят простого человеческого счастья, а их родные из самых благих побуждений пытаются ускорить его приход. Однако от их помощи голова кругом. Преодоление нелепых ситуаций, поиски выхода из тупикового положения с изобретательностью – все это ждет героев. Премьерные показы спектакля «Братишки Бэтбойс» также пройдут 16 и 24 ноября. Отметилась эта неделя и необычной кинопремьерой. Первый психологический триллер белорусского производства представили в Гомельском кинотеатре «Мир». На презентацию ленты под названием «Внутри себя» приехали режиссер Сергей Талыбов, продюсер Виктор Лобкович и уроженец Гомеля, актер Андрей Карака. Фильм называют интеллектуальной головоломкой, которую зрители будут разгадывать вместе с героями. Действие картины разворачивается в Минске. Талантливый фотограф получает заказ – сделать снимки окон одного из старинных домов. Неожиданная фотосессия внезапно меняет жизнь молодого человека. Мировая премьера картины «Внутри себя» прошла в сентябре во время фестиваля киностран СНГ и Балтии «Киношок». Лента получила положительные отзывы от критиков и аудитории. Далее фильм представят во всех районах Гомельской области. Чем нас порадует следующая неделя? Узнаем прямо сейчас. В картинной галереи Гаврила Ващенко откроется выставка живописи «Мой выбор». Экспозиция включает 35 работ известных белорусских художников. Владелец коллекции Николай Синяков – коллекционер с огромным стажем. Его главный критерий в выборе полотен – это вызванный в душе отклик. Представленные на выставке картины обязательно доставят эстетическое удовольствие настоящим ценителям искусства. Прекрасный вокал с глубоким звучанием мелодий. В камерном зале Дворца культуры железнодорожников пройдет музыкальный вечер с любовью к опере. Артистка Гомельской областной филармонии Ольга Кузьменко и солист Большого театра Беларуси Александр Краснодубский исполнят популярные композиции из мировых опер. Для гостей вечера прозвучат мелодии из произведений Моцарта, Безе и России. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».